Уважаемый господин премьер-министр, уважаемые коллеги, друзья, позвольте мне вас сердечно поприветствовать в Москве. Мы очень рады видеть вас в России. Спасибо большое за те приветствия, которые вы мне только что передали от наших общих коллег и друзей из Соединенных Штатов, из арабских стран. Все мы с большой тревогой наблюдаем за тяжелыми процессами, происходящими в стране, с которой Россию всегда связывали дружеские отношения на протяжении длительного периода. Эти отношения лишены были уже какой-то идеологической окраски в последние годы. Это всегда были отношения дружбы, взаимные симпатии. Мы и сейчас надеемся на то, что вам, вашим коллегам, удастся вывести страну из того сложного состояния, в котором мы находимся. Вы знаете, как мы относимся к проблемам терроризма, и мы солидарны в вашей борьбе с этими проявлениями. Мы понимаем, что происходящие процессы сегодня в Ираке, они выходят даже за рамки этой проблемы. Мы очень рады вашему приезду сегодня. Исходим из того, что нам удастся обсудить вопросы двухстороннего взаимодействия. Поговоря о том, что мы, Россия, можем сделать для того, чтобы поддержать дружественный нам иракский народ на пути восстановления экономики вашей страны. Мы готовы также поддержать все ваши усилия, направленные на политическую стабилизацию в стране. Вы знаете, что мы поддержали соответствующую резолюцию 1546 в Совете Безопасности ООН об организации выборов в Ираке 30 января следующего года. Мы видим, что есть силы, которые пытаются сорвать этот процесс. И в ходе этой борьбы страдают ни в чем не повинные нервные жители Ирака. Откровенно говоря, я не представляю, как можно организовать выборы в условиях полной оккупации страны иностранными войсками. И в то же время не представляю, как вы в одиночку сможете восстановить ситуацию в стране, удержать ее от распада. Надеюсь, что нам удастся поговорить сегодня и по всем вот этим сложным вопросам, противоречивым. Мы приветствуем в этом контексте встречу в Шарма-Шейхе министров иностранных дел. Ну и, наконец, вы знаете, что мы поддержали решение Парижского клуба и приняли решение о списании значительной части иракских долгов перед Российской Федерацией. Думаю, что в целом мы списали иракских долгов больше, чем любой другой член Парижского клуба. Потому что мы первоначально взяли на себя обязательство списать 65% долгов при вступлении нашим в Парижский клуб. И затем еще присоединились к решению Парижского клуба, которое состоялось недавно. В общей сложности получилось списание больше 90%. Мы делаем это из чувства солидарности с дружественным иракским народом. В то же время исходим из того, что интересы наших компаний при восстановлении Ирака тоже будут учитываться вашим правительством и будущим руководством Ирака после выборов 30 января следующего года. Надеюсь, что нам удастся поговорить и по этим вопросам. Добро пожаловать.